Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать в город Могнитогорск, где через несколько минут на арене Металлург начнется пятая игра серии 1-8 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Лучшая команда Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Металлург играет против Хабаровского Амурока. Лицовой линии Хухлачева делает передачу Хухлачев, 93-й Бродхерст, 25-й Дроск, 44-й номер, бросок от Сиелени Набоков. Встречает в углу Робин Пресс. Не выявили Магнитогорцы шайбу из своей зоны подставления Барульна, по-моему, в штангу это попало. Но по опасным моментам по владению шайбы Хабаровчан сейчас... Четвертая минута игры без остановок подходит к своему завершению. Ерю Орынка бросать не стал, делает мягкую передачу Карпову. Обратно на синей линии получает шайбу Хабаров. Паузу держит, бросает Бобков. Отбивает шайбу перед собой, но успевает подвинуть ее. Вперед. Самый результативный защитник Металлурга. Да, отлично. Я уже несколько раз отмечал, что этот защитник постоянно ищет линию для броска и доводит шайбу до ворот. И вот сейчас Пресс делает передачу. Хорошая игра и гол! 1-0. Игорь Гераскин забрасывает первую шайбу в этом матче. Все началось абсолютно безобидно. Вот здесь выдергивается на него защитник. Отдает с неудобной стороны передачу на нападающего. Прострельная передача и буквально в пустые ворота завозится шайба. Отличная разыгранная комбинация. Поучаствовал три игрока, но Пресс набирает еще один. Обратите внимание, какой клюшкой отдает. Слав бросает со входа в зону, отбивает Набоков. Коротких вступает в отбор. Панюков подхватывает шайбу с острова. Бросил Набоков вниз, перекрыл. Пас на пятак. И с близкого расстояния Набоков набросил. Передача из-за ворота. Самое главное, что она доходит до адресата. И с убойной позиции идет расстрел. Вот, обратите внимание, все четыре игрока в окружении. Вытащил шайбу в зону. Металлург Александр Хвачев. Бродхерст поддерживает атаку. Сместился в центр. Бросил Набоков. Бродхерст, который выкатывался. И вот здесь мне казалось, что он уже будет бросать. Орехов выдвинулся на него, но Набоков отразил этот опаснейший бросок. Большинство двукратное. Хабаров вглубь зоны передачи делает. Гребенкин. Пас на битак. А там абсолютно один Игорь Гераскин был на Бобков. Хорошая пауза. Ушел от Зернова. И здесь быстрый розыгрыш. Вновь мимо Грозга. Шайба проскакивает. Металлург играет в полном составе. Орехов поддерживает атаку. Пас направо. И Бобков справляется с броском Максима Карпова. Право делает передачу. Хохолачев коньком шайбу себе подыграл. Бросил. Среднюю зону проходит. Металлург Канцеров готовит бросок и бросает. И забивает Роман Канцеров. 2-0. Обратим внимание, вот эта длинная передача поперек. Канцеров получает огромное количество свободного льда. Бросок. Но, наверное, не та дистанция, с которой Игорь Бобков должен был пропускать эту шайбу. Такая вылетела. Я понимаю, что не видел ее, наверное, из-за подъедения Рылова. Но заползает. Знаешь, на вратарском языке это называется «мышка забежала». Да. Отбрасывает шайбу обратно в борьбу в среднюю зону. Гуркин дожидают с команды окончания первого периода. Звучит сирена. И после первой 20 минутки 2-0. В пользу магнитогорского Металлурга. Ну, мы проанализировали нашу прошлую игру. Поняли, что соперник играет глубоко в зоне. Поэтому мы нашли способ преодолеть их оборону. Играем в давлении, они ошибаются. И у нас получается забивать. На что сделать акцент во втором отрезке? Продолжать навязывать свою игру. Слышать поддержку болельщиков. Ну и продолжать играть. А пятая игра имеет очень важное значение. Особенно для Металлурга. Чувствуется ли это напряжение? Да, конечно, все понимают, что плей-офф – это ответственные матчи. Но выходишь на лед, пропадает мандраж. Понимаешь, что должен делать. Играть в свой хоккей. Делать свою работу и побеждать. Водит Шайба на левый борт. Михаиле здорово подстроился на синей линии. Прессу делает передачу. Робин на лицевую. Карпов. Резкая прострельная передача. Выскакивает Шайба на пятак. Зернов. То надо выкатываться и не давать этому защитнику много времени. А вот в этой ситуации он отдал передачу на карту. Так, и так, его выкатываться не дают. Гребенкин доехал до синей линии. По-прежнему Шайбу контролирует. Ушел от Барулина, от Бочарова, от Мищенко. И вот здесь на ближнюю пошел на Бобков. Деременка. Сильная передача в танке Михаиле. Шайба прилетела. Брофхерс. Есть возможность до броска дело довести. Брофхерс бросает. Набоков выручает. Михаиле. Достаточно места. А это опасный момент Брофхерса. И Хохлочок. Кстати, вот мне с игры показалось, да, что Хохлочок держался за лицо. Но там, я так понимаю, что не зафиксировано было удаление. Вот так здорово сыграло. Среднюю зону проходит Металлорк. Спас неудобно руки. Это бросок был Данила Юрова. И это гол. 3-0. Отличный выход из зоны. Поворолись и на красной линии. Канстров создан для своего партнера. Это пространство, место. Но вроде бы и около штанги был Игорь Бобков. Но шайбочка, она такая маленькая, что она место-то найдет. Да, но не придает уверенности для собственных полевых игроков. Для игроков обороны такие действия вратаря. Но любой бросок опасен. Я уже неоднократно говорил об этом. Хорошая работа Хабаровчан. Но также стоит отметить игру вратаря. Насколько он уверен. Но вот в этом эпизоде, конечно. Перекладывает передачу Набокова Владислав Барулин. Но Набоков успел в ворот вернуться. Выкатился и забирает шайбу. Попадает, теряет равновесие коротких. Нейтральную шайбу подобрал. Хорошую диагональ нарисовал на Коршкова. Коршков в центр. Барулин не переигрывает Набокова. У Набокова. Вратарю, потерявшему клюшку полевые, старались свою отдать. То сейчас сколько бы смены не длилось. Я так понимаю, что у него было падение в своей зоне. Выскочил и встречал буквально лицом к лицу. Сильная сторона Гераськина. Это скорость, быстрота, отличная передача. Галец оставляет шайбу. Хороший момент Влад Зебников. Я видел, как тяжело сейчас дышат защитники. И этот проброс, наверное, для них это лучшее, что могло сейчас случиться. Воспользователи этим. Отскока очередной остается за Металлургом. А Кользин. Дроск выкатывается на Коробкина. Егор попадает в Яну Дроскеву и выскакивает шайбу. Опа! Илья Набоков. Побежал на скамейку. Снадарной линии шайбы коснулся. По-игротски сыграл. С точки зрения полевого игрока сыграл по-игротски. Гребенкин. Посмотри, как легко он уходит от своего преследования. Борьба на битаке перед воротами Амура. Выправился в среднюю зону. В этот же момент Зернов. Надали Михалец. Ждал передачу в коньки. Ему шайба попадает. Не получается там где-то зацепиться. Хотя моменты были хорошие. Не хватает где-то реализации. А что нового Металлург предлагает в атаке обороне Амура? Ничего, в принципе, особо нового. Сегодня, наверное, они больше бросают, чем обычно. Где-то залетел один ненужный гол третий. С чего начать возвращение той команды, что были в предыдущих играх в третьем периоде? Надо выйти туда, активно пойти, забить. Постараться гол быстро и найти свою игру. Паз за ворота. Да, шайба была доставлена на фитак с неудобной руки. И отправлял шайбу в створ, но... В большинстве это произошло в предыдущем матче. В четвертом матче этой серии. Робин Пресс отличился. Сейчас шайба остается в зоне Амура. Вовченко бросает касание. Лазебников на счетки вовремя. Опустился. Бочаров. Не смог опустить шайбу на лед. Канцеров выбрасывает ее. Высоко-высоко опускается она уже в зоне Амура. Гребенкин выход к воротам Лазебникова. Но переиграть его не смог. И более того, Гребенкин здесь зарабатывает две минуты. По щиткам Лазебникова ударил. А так делать нельзя. Он же не в шайбу играл, по сути. Он бросил вратарь. Не видел он эту шайбу. Хотя она трепыхалась. Кулачев оставляет за спину себе шайбу. Капустин ему ее вернул. Капустин. Бродхерст. Проходит передача Яну Дросгу. Дросг держит паузу. Оставляет Бродхерсту. Тот на синюю линию. Гуркин. Бродхерст. Бросок, добивание. Гол. Ян Дросг. 3-1. Амур сокращает отставание в счете. Первый гол в большинстве хабаровчан в этой серии. Вот Бродхерст бросает. Даже, наверное, поставлена клюшка Кирилла Капустина. И Ян Дросг с неудобной руки в пустые ворота отправляет шайбу. Вот. В замедленном повторе. Мы видим бросок, подставление, игра на добивание элементарно. И отметим также Яна Дросга. Пятый очко в этой серии. Значит, готов даже с психологической точки зрения. Хороший момент у Амура может возникнуть. Посмотрите, Евгений Кулик приехал к чужому пятаку, но... Но это вот доставка. То, о чем я и говорил. Не хватает вот этой доставки на пятак. И там борьбы, поиск шайбы. По мнению, вот он сейчас шайбу контролирует. Бочарова делает передачу. Барулин выкатывается надалью. Делает пас. И Коршков пытался завести шайбу. Не полуит играм в канале Матч Хоккея. Стартовало голосование за самого надежного игрока. Ну, а магнитогорцев, в принципе, уже можем с тобой поздравить, наверное, с победой. Да. Дома для своих болельщиков они одержали довольно-таки убедительную победу. И после вот этой сирены ведут серии 3-2. Ну, все понимали цену, да, этой игре. Поэтому присутствовало волнение. Вот. Игра, в принципе, не соответствует уровню нашей команды, скажем так. Но победа есть победа. Несмотря на волнение, переживания команды, сегодня впервые за всю серию выиграли первый и второй период. Что этому поспособствовало? Ну, мы действительно обращали внимание на это. Говорили, ребятам, ну, ребятам, ну, хорошо, что получилось выиграть. Спасибо. Спасибо.